Здравствуйте! С вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Телеграм, Фейсбук и Вконтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Известно, что некоторые знаки зодиака могут оказаться искусными манипуляторами, которые могут добиться от других того, чего хотят. Но также есть и те, кому легче всего затуманить мозг, вывести из равновесия и кто с легкостью отдает манипуляторам то, что тем нужно. В этом ролике речь пойдет о тех знаках, кто с трудом может ответить «нет» на манипуляции и кто может очень легко плыть по тому течению, которое укажет манипулятор. Методов манипулирования существует множество. Для каждого из этих знаков работают разные методы. Если понимать механизмы и давить на слабые стороны, то манипулировать людьми не так уж сложно. Если вы являетесь представителем одного из следующих знаков, вы в зоне риска. Внимательнее приглядитесь к людям из своего близкого окружения. Возможно, кто-то из них является манипулятором и уже применяет свои тактики на вас. Рыбы Этот знак зодиака в силу своей чуткости и порой наивности может легко поддаться на любые уговоры. Рыбам часто бывает очень сложно ответить «нет», потому что они испытывают массу самых разнообразных чувств к просящему, включая нежелание обидеть, жалость и сострадание. Если манипулятор хочет что-то получить от рыб, ему достаточно надавить на жалость, рассказать о своих несчастьях и попросить о помощи. В большинстве случаев, если все сделать правильно, рыба легко будет поймана на крючок. Также рыбу легко убедить в том, чего не происходило на самом деле. Реальность можно обрисовать такими красками, что рыбы с их богатым воображением легко примут желаемое за действительное в пользу манипулятора. Хотя рыбы иногда сами используют ловкие манипуляции в своих целях, они редко могут уследить за тем, кто владеет этой техникой лучше их. Легче всего манипулировать рыбами – это играть на эмоциях и давить на жалость. Овен Овны – существа прямые и по большей части бесхитростные. Они не любят, когда все слишком завуалировано, не любят гадать и находиться в неуверенности. Манипуляторы этим пользуются и ловко получают то, что хотят. Хоть и говорят, что Овны любят спорить, доказать им в споре что-либо практически невозможно. Лучше подойти с другой стороны. Манипуляторы, которые сталкиваются с представителем знака Овна, знают, что с ними спорить бесполезно. Поэтому лучше это дело даже не начинать. Вместо этого, чтобы убедить его в чем-то, что нужно манипулятору, он начинает говорить о том, в чем согласен с Овном. В итоге Овен будет больше расположен к этому человеку, а спустя время легко примет чужую точку зрения. Овны доверчивы, поэтому многие вещи принимают за чистую монету. Легче всего ими манипулировать, не спорить, а соглашаться. Весы Весы – знак, зависимый от других людей. А значит, представители этого знака легко могут поддаться манипуляциям. Если манипулятор знает слабости весов, например, их нежелание или бессилие принимать решение, он может легко взять все в свои руки и все решить за них. Конечно, не все весы так легко сдаются. Манипуляторы знают, что для того, чтобы человек вел себя определенным образом и делал то, что им надо. Достаточно внушить ему чувство вины. Чувство вины внушается очень просто. Достаточно доказать человеку, что какой-то его проступок принес неприятности другим. А за доказательствами ходить далеко не нужно. Легче всего манипулировать весами, копировать его поведение или речь, внушить ему чувство вины и убедить, что вы знаете все, о чем он думает. Лев Львы достаточно сильные личности, но манипулировать ими легко. Достаточно просто применить такую вещь, как лесть. Если лев достаточно умен, он распознает ложь и неискренность. В своем большинстве львы просто даже не хотят видеть, что ими манипулируют, получая то, что они обожают. Похвалу, внимание и лесть. Иногда даже не надо льстить, то есть говорить неправду или приукрашать действительность. Просто похвалите его за что-то, в чем он по-настоящему хорош. Тогда вам будет проще добиться желаемого. Легче всего манипулировать львами, льстить, хвалить, уделять пристальное внимание и показывать интерес. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на канал и на наши соцсети, телеграм, фейсбук и вконтакте. Каждый день мы публикуем гороскопы и интересные факты. Ссылки в описании. С вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.